Добрый вечер, это программа ГОРТЭС и я Елена Чернявская. Сегодня 1 марта, начало весны и многие, я уверена, задумываются об отдыхе. А планировать отпуск нужно, как известно, заранее. Сегодня в нашей программе мы будем говорить об удивительных путешествиях, о прекрасных впечатлениях, о комфортабельном отдыхе на речных просторах России и лично я уверена, что этот вид отдыха можно охарактеризовать именно так. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Путешествия на круизном теплоходе – это чистый воздух, пикники, живописные места, пляжные купания, посещение новых городов и экскурсии по историческим местам. А вечером – обязательно развлекательная программа. В любом случае, выбрав личные круизы по Волге, скучать не придется. Я представляю гостю в студии Валентина Саранцева, начальника отдела внутреннего туризма города Самара, компании «Водоход». Здравствуйте, Валентина Петровна. Добрый день. Ну что же, первый вопрос, Валентина Петровна, расскажите, пожалуйста, немного о компании «Водоход». Какими теплоходами она располагает и какие туристические услуги вы предлагаете жителям города Самары? Компания «Водоход» является, наверное, безусловным лидером по ассортименту и качеству предложений по круизам как внутри страны, так и по всем рекам нашей необъятной Родины России. По Волге, Каме, Океа и многим другим пойти вниз, в Ростов-на-Дону. В его собственности, в собственной компании «Водоход» находится более 23 единиц круизного четырехпалубного флота. Это проекты 92016, это проекты 301, 302, это проекты «Ку», как вот наши теплоходы, любимые теплоходы, Александр Пушкин, Максим Горький. В предстоящую навигацию на рынке Самары наша компания представляет два круизных теплохода, которые востребованы, уже знакомы и любимы нашими самарчанами. Это теплоход «Семен Буденый» и Александр Суворов. Валентина Петровна, ну вот 2013-2014 год, и это не секрет, об этом очень много говорили и писали все средства массовой информации. Они были проблемными из-за маловодия и были не самыми простыми для судоходных компаний. Ну вот какие прогнозы в навигацию 2016 года? Хочу я вас об этом спросить. Если опять не будет воды, как вы будете отправлять туристов? Будут ли рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга? А я лично знаю, что эти рейсы очень любимы самарцами. Наталья, ну вы правы, рейсы Верховья и Самары действительно очень востребованы. Но, к сожалению, даже компания, как и многие другие, не в состоянии справиться с условием нашей погоды. К сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что в этом году будет много воды. Несмотря на то, что зима была снежная, и вроде бы снега было много, но мы видим, что он уже несколько дней, когда только-только начинается тепло, снег куда-то исчезает. Если мы помним там детство свое, когда были ручьи, мы пускали маленькие бумажные кораблики, и они куда-то плыли, то сейчас уже на протяжении нескольких лет вода просто уходит, а луж мы не видим. Но опять же хочу порадовать, что рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга мы предусмотрели. Они, конечно же, у нас будут. Опять, это плюс нашей компании. Компания наша большая, как я уже говорила, что у нас много флота, и мы можем в рамках внутри компании распределить флот таким образом, чтобы сделать стыковки в Нижнем Новгороде. Это уже было и позапрошлым году, и для людей, которые с этим впервые столкнулись, конечно, были, возможно, какие-то недовольства и неудобства. Но когда люди оказались в ситуации или сдать путевки, или пойти по любимому маршруту, кто-то сдавал, а кто-то пошел. И те, кто пошел, они в прошлом году вернулись. Они ходили у нас на таких стыковочных рейсах. Мы встречаем... Вернулись за новыми предложениями. Конечно, конечно. И поэтому в этом году мы сделали, когда открыли продажу 2016 года, в июле прошлого года, мы предусмотрели это таким образом, что если воды не будет, на таком же теплоходе в Нижнем Новгороде рейс, который будет из Санкт-Петербурга, допустим, в Ростов-на-Дону или в Астрахань, они идут сверху вниз, мы идем снизу вверх, и в Нижнем Новгороде наших туристов пересаживаем на теплоход Санкт-Петербургской линии, а гостей из Санкт-Петербурга берет наш теплоход Александр Суворов и отправляется с ними в Астрахань. Поэтому для нас есть определенная наработка, есть определенная школа, определенный опыт трех лет, поэтому я думаю, что с этим мы достойно справимся. Собственно, как обычно. Остается только мне добавить. Валентина Петровна, о сезонной скидке вещь очень приятная. Будете ли вы радовать туристов в этом году? Ну, если да, то какими? Ну, если вы говорите о сезонных скидках, я хочу напомнить всем туристам и всем желающим отправиться в этом году в путешествие. Первое марта сегодня уже наступило, и сегодня у нас такая, будем говорить, последний месяц, когда действуют сезонные скидки. Поэтому люди, которые хотят воспользоваться сезонной скидкой, я предлагаю поторопиться и прийти к нам в офис Максима Горького. Но сезонная скидка – это не один бонус, как бы, не одна скидка нашей компании. Но у нас предусмотрены скидки, специальные тарифы и для детей, и для пенсионеров. У нас предусмотрена скидка для молодоженов. У нас предусмотрены скидки для всех силовых структур. Валентина Петровна, о подтверждении ваших слов у нас есть небольшой видеосюжет. Я предлагаю прерваться и его посмотреть. Внимание на экран. Дорогие друзья, компания «Водоход» с радостью сообщает вам, нашим постоянным и потенциальным клиентам, о том, что уже начались продажи круизов навигации 2016 года. Круизы продолжительностью от 2 до 18 дней из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары на 4-х палубных комфортабельных теплоходах компании с интересными маршрутами и насыщенной экскурсионной программой. Спешите купить по привлекательным ценам. Есть круизы со специальными тарифами – школьный, студенческий, пенсионный. На такие тарифы распространяется действие еще и сезонной скидки и скидки постоянного клиента. Групповые скидки в зависимости от количества человек в группе от 5% до 8% суммируются только со скидкой постоянного клиента. Это программа «Город С». Я сегодня беседую с начальником отдела внутреннего туризма города Самара компании «Водоход» Валентина Петровна Саранцева. Валентина Петровна, ну что же, а когда приходят первые корабли в Самару? Скажите, когда первый круиз? Вы знаете, остается совсем немного времени. Первый круиз, первый теплоход, который приходит к нам в Самару – это теплоход «Семен Буденный». У нас есть кадры. Пожалуйста, их на экран. И, конечно, когда уже состоится первый круиз Валентина Петровна? Первый круиз. Теплоход «Семен Буденный» отправится 29 апреля. На майские праздники. Да, Пасху мы будем встречать на теплоходе «Семен Буденный». Пойдем по маршруту Самара – Казань-Самара. Вот мы сейчас видим каюты. Как внутри обустроен теплоход. Очень комфортабельный, просторный, Валентина Петровна. Вот хочется уже поскорее там оказаться. Я думаю, что просто нужно поторопиться, потому что маршруты выходного дня пользуются большим спросом. Остается не так много путевок уже на этот рейс, на этот маршрут выходного дня, который отправится, повторяю, 29 апреля. Валентина Петровна, ну и круизы выходного дня, они очень пользуются популярностью. У самарцев это не нужно брать отдельные выходные, это не нужно брать отпуск, а можно прийти. И, кстати, вот что нужно сделать, чтобы приобрести путевку на такой потрясающий комфортабельный теплоход? Нужно прийти к нам в офис, который находится на Максима Горького, 103. Наши менеджеры с удовольствием подберут вам маршрут выходного дня в удобное для вас время, по удобной для вас цене, потому что стоимость тоже разная. Стоимость низкого сезона, это когда путевки покупаются на май или сентябрь месяц, или путевки высокого сезона, когда люди могут позволить себе путешествовать в июле или в августе месяце. Валентина Петровна, ну и на 9 мая, конечно же, приготовили что-то особенное. Какая программа запланирована? Вы знаете, уже традиционно в нашей компании на теплоходе «Семен Буденный» мы отправляемся в рейс до Волгограда. Причем программа этого маршрута строится таким образом, чтобы турист, который только прошел регистрацию, переступил порог или трап нашего теплохода, уже сразу почувствовал патриотические ноты этого маршрута, потому что ему повязывают георгиевскую ленту. Их встречают с баяном и военно-патриотическими песнями. Гости рассаживаются, вся вечерняя программа, 100 грамм фронтовых, экскурсионная программа, путевая информация, более подробная информация по каким-то событиям Великой Отечественной войны. Все предусмотрено в мероприятиях, которые запланированы в этом рейсе. Ну и, конечно же, удивительно, что уже вот третий год, мы 9 мая стоим весь день в городе Волгограде. Кроме экскурсионной программы, которая предусмотрена и заложена в стоимость путевок, мы уходим из города Волгограда после того, как мы посмотрим праздничный салют. Валентина Петровна, а давайте сейчас, я просто предлагаю сделать акцент, потому что особенностью именно вашей компании водоход является включение в стоимость экскурсионных маршрутов. Это такая редкость. Расскажите, а зачем вы это делаете? Ну, я немного даже растерялась, как ответить на ваш вопрос. Цель нашей компании не только воспользоваться теми средствами, которые приносит случайный турист к нам, пройдя мимо офиса. Мы все-таки хотим, чтобы туристы не только приходили, а стали нашими постоянными туристами, чтобы они ждали открытия следующих продаж, чтобы они знали наши теплоходы, и чтобы они могли воспользоваться какими-то специальными предложениями. Девочки нашего офиса всегда уже многих знают в лицо, гостеприимно их встречают, очень подробно рассказывают, выбирают ту каюту, которая им удобна и по цене, и по комфорту, и по высоте, и по тишине. То есть максимально делаем все, чтобы привлечь наших новых туристов. Ну, и главная задача, чтобы старые, нельзя говорить слабо, постоянные наши туристы оставались и были также удовлетворены теми услугами, которые мы им предоставляем. А я, с своей стороны, хочу добавить именно к качествам обслуживания, потому что ведь не секрет, что у круизных компаний Валентины Петровны в Самаре очень много. Да, Самара вообще занимает только второе почетное место по количеству теплоходов. Конкуренция, конечно, налицо. Конкуренция, да, есть. Конкуренция, возможно, серьезная. Но статус нашей компании и, опять же, стабильность нашей компании, стабильность флота, стабильность экипажей, стабильность кадров, кадров, которые учатся. Я не говорю о кадрах, которые только, допустим, команда. Так же учатся официанты, так же учатся повара, директора круиза. Мы ежегодно проходим аттестацию, готовятся по всем направлениям. Поэтому и экскурсионные программы, возвращаясь чуть-чуть назад, то, что вы задавали, это тоже одна из наших задач. Так у нас есть целая дирекция круизных программ, которые буквально, начиная с осени, занимаются вплотную с музеями, с автобусными парками для того, чтобы найти какой-то... Обновлять. Обновлять обязательно для того, чтобы удивить нашего постоянного туриста, чтобы он не разочаровался в нашей компании. Поэтому мы рады не только случайно, но и нашим постоянным туристам всегда. И всегда пытаемся найти что-то новое, чем мы можем удивить их. Антон Петровна, ну и вопрос безопасности, он ведь очень серьезный. Скажите, пожалуйста, а как компания «Водоход» подходит к этому вопросу? Да, это действительно, наверное, один из самых наболевших вопросов вообще на флоте. Тем более мы знаем, что как бы флот уже достаточно долгое время не строился, поэтому ежегодно требования к безопасности возрастают. Однако уж я повторяю, что компания крупная, мы не спрячемся, поэтому требования к крупной компании, естественно, самые-самые, что ни на есть строгие. Все необходимые документации, которые требуются перед выходом флота в навигацию, естественно, соблюдены, и перед навигацией турист может ознакомиться с ними на нашем сайте. Вся документация необходима и разрешительно представлена. Но также для безопасности каждого туриста, также и малышей, которых везут наши бабушки, дедушки, родители, естественно, предусмотрены индивидуальные спасательные средства, которые находятся в каждой каюте. Но мы знаем, что не всегда, особенно новенькие туристы, не всегда могут пользоваться этим правильно. Поэтому как только теплоход отчаливает от причала, их поднимают на верхнюю палубу, где их проводят для них, делают презентацию, их знакомят с капитаном, их знакомят с директором круиза, с директором ресторана, с метродотелем, им показывают медицинский персонал, который присутствует на борту теплохода, ну и, конечно же, им показывают, как пользоваться спасательным жилетом. Но это еще не все. Мы проводим мастер-класс. После того, как мы показали, делается учебная тревога, и туристы должны одеть спасательный жилет в своей каюте и выйти в коридоры около своей каюты, после чего проходят комиссионно наши представители команды и проверяют. И у тех, у кого неверно что-то сделано, поправляют, чтобы в следующий раз они не ошибались. Замечательно. Валентина Петровна, ну давайте поговорим о коротких и длинных маршрутах. Расскажите о них. У нас есть кадры, как проходит отдых на ваших теплоходах. Вы, пожалуйста, их прокомментируйте. Какие будут короткие и длинные маршруты в этом году? Навигация, значит, 2016 года, как я уже говорила, мы начинаем на теплоходе Семен-Буденый с маршрута до Казани 29 апреля. Стоимость на этот рейс от 8 тысяч рублей. Самый популярный маршрут – это у нас до Волгограда и Нижнего Новгорода. Самые востребованные круизы в эту навигацию, конечно же, до Санкт-Петербурга – это 18 дней и стоимость путевок от 59 тысяч 700 рублей. И до Москвы – это 14 дней и стоимость от 41 тысячи 100 рублей. Очень востребованы маршруты по Каме. Удивительные маршруты до Перми. В этом маршруте мы показываем новые стоянки в городе Сарапула, которые называются «Жемчужина Удмуртии» или, как еще ее называют, «Прикамская Барселона». Вот в этом году мы с удовольствием показываем эти новые для нашей компании стоянки. Валентина Петровна, ожидается ли повышение цен на круизы в вашей компании? Ну, согласитесь, все так стремительно дрожает. Да, я соглашусь с вами, и мы, к сожалению, не можем оставаться на уровне цен прошлого года. Действительно, все растет, растет топливо, растет очень сильно питание. Поэтому нас тоже ждет повышение, и с этим повышением я не думаю, что оно будет очень большое, оно будет где-то порядком 5-6, может быть, процентов, но оно будет, и, опять же, на сайте уже представлена эта информация, на какие рейсы, в какой период навигации. Поэтому я предлагаю всем зайти на сайт компании «Водоход», ознакомиться и поторопиться все-таки прийти к нам в офис или в другие офисы нашей компании. Но, опять же, и не случайно мы сегодня, 1 марта, говорим о речных путешествиях, потому что именно в марте можно воспользоваться, Валентина Петровна. С сезонной скидкой, которая также порадует наших туристов приходить до 31 марта включительно, действует сезонная скидка в размере 5%. Ну, а со всеми скидками подробно можно ознакомиться, позвонив в компанию «Водоход», уважаемые телезрители, периодически телефоны появляются на ваших экранах, также сайт компании. Ну, и позвонить можно менеджера очень подробно, ответить на все вопросы. Вот, Валентина Петровна, а от чего зависит стоимость путевок на теплоходах? Ну, стоимость путевок зависит от многих факторов. Как я уже говорила, что нашей компанией представлены теплоходы разных проектов. Но это не только зависит от проектов, а от наполнения услуг, предлагаемых нашим туристам. Так, у нас есть теплоходы, которые входят в класс премиум класса. Есть комфорт плюс, есть класса комфорт, к которому относится теплоход Семен Буденый, и есть теплоход класса стандарт, к которому относится теплоход Александр Суворов. Поэтому они отличаются, конечно, от стоимости тура дня, они отличаются от набора услуг. Так, допустим, на теплоходе Семен Буденый в завтраках будут шведский стол, ужин и обед по заказной ресторанной системе, уже выборное меню. А на теплоходе Александр Суворов там идут комплексные обеды, которые тоже предлагаются как бы на выбор, но уже без шведского стола. Также будет и набор услуг по экскурсионной программе. В комфорт классе, допустим, будет отличаться от стандарта, комфорт отличается, естественно, от комфорта плюса. Поэтому стоимость путевок складывается от класса, от набора услуг, от продолжительности рейса, от, конечно же, сезонности. И, как я уже говорила, что, допустим, тура дня в мае месяце будет отличаться от тура дня, который, допустим, выпадает на июль месяц. Валентина Петровна, ну вот доллар дорожает, и все больше предпочтений. Наверное, туристы отдают отдыху внутри страны. Ожидается ли в связи с этим большего потока увеличения туристов в навигации 2016 года? Знаете, в связи с ситуацией как бы на мировом рынке, кроме того, что дорожает евро или доллар, мы знаем о событиях, которые как бы были и в Египте, и в Турции. Поэтому, естественно, определенный отток туристов, которые отдыхали раньше в той или в другой стране, естественно, упадет на рынок. Но, если честно, мы не ждем большого потока, потому что все-таки экономическая ситуация в стране тоже. Мы не можем отвернуться и понимаем, что все, кто не поехал, не придут к нам на наши теплоходы. Однако хочу заметить, что все-таки рост определенный есть. И поэтому мы очень благодарны тем людям, которые, тем туристам, надеюсь, которые доверили свой отдых нашей компании. Мы постараемся завоевать их доверие, оправдать, и чтобы они стали, как бы, туристы, которые пришел, обратился в нашу компанию впервые, чтобы они стали нашими постоянными друзьями. Пантин Петровна, ну, туристы, которые многократно отдыхали с помощью вашей компании, знакомые с вашими предложениями, с сервисами, с кораблями, они придут и, не задумываясь, купят путевки в офисе вашей компании. А вот те, кто еще ни разу не были на теплоходах, ведь традиционно весной существуют Дни открытых дверей теплоходов. Запланированы такие праздники круизные в этом году. И как можно прийти, походить, познакомиться с персоналом, с капитаном вашей компании? Как у вас это построено? Да, ежегодно вместе с туристическим информационным центром, с департаментом по туризму определяются такие дни, определяются теплоходы, куда можно прийти в определенные дни. Об этом сообщается также, информируется на сайтах компании, в какие дни, на каких теплоходах можно поучаствовать вот в этом празднике, в круизном празднике или в Дни открытых дверей. Более того, наша компания принята знакомить теплоходы, опять же, учитывая ситуацию, если это будет позволительно, по погодным условиям, по условиям высокой воды, и какие-то наши теплоходы спустятся к нам сюда, в Самару, то я думаю, что с огромным удовольствием мы и представим новые теплоходы. Хотя наши туристы уже знакомы с теплоходом Коротков, и с Пушкиным, и с Горьким. Поэтому самарский турист, он, будем говорить, достаточно взыскателен, требователен, но в то же время очень благодарный. Валентина Петровна, а вот бонусная программа, я знаю, она также работает в компании «Водоход», она очень привлекательна для туристов. Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее. Ну, эта программа действительно начала работать у нас в этом году. Это программа поощрения наших постоянных клиентов. Большой плюс этой бонусной программы, то, что постоянный турист может увеличить свою скидку от 5 до 7%. Более того, 3% от стоимости путевок возвращается туристу на бонусную карту в виде бонусов. Один бонус равняется 1 рублю. Накопив определенную сумму, этими баллами можно расплатиться за любой круиз нашей компании. И что удивительно, эти бонусы не сгорают. Так, 3%, 7%, ну, кажется, вот маленький процент, он накапливается, накапливается, я так понимаю, его можно передать родственникам, друзьям. И, соответственно, чем будет больше бонусов на карте, тем будет больше путешествий. Я правильно понимаю? Здесь, да, вы можете бонусную карту передавать своим родственникам, друзьям. И чем больше воспользуются ваших родных и близких, тем больше все-таки накомите баллов или бонусов именно вы, как держатель карты. Поэтому, пожалуйста, приходите, будьте нашим постоянным клиентом, потом будете раздавать, копить и расплачиваться с нами. То есть эта программа открыта, придя к вам в офис, можно получить эту карту. Да, но для этого нужно стать нашим постоянным клиентом. Соответственно. Да, да. Летина Петровна, ну, все-таки бытует мнение, что отдых на теплоходах – это все-таки больше пенсионного или предпенсионного возраста. Расскажите, пожалуйста, в связи с этим, я знаю, ваша компания над этим очень серьезно работает, и очень хорошая, интересная, развлекательная программа на ваших теплоходах. Вот в этом ключе какой у вас подход? Да, вы правильно отметили, что наша компания уделяет большое внимание и досугу на борту теплохода. Дело в том, что я уже говорила, что огромный процент наших постоянных туристов возвращается к нам в компанию. Они выбирают те или иные маршруты, многие ходят по одним и тем же маршрутам, для себя подыскивая что-то новое именно в экскурсионной программе. Но вы знаете, как вот мы же едем после зимнего большого перерыва, едем, возвращаемся на любимую дачу, да? Так и они. Они ждут весны, они приходят, говорят, когда же мы придем, когда же мы придем. Так и они приходят. Но они, допустим, не воспользуются экскурсионной программой, они идут и ищут что-то для себя новое. Но при этом они встречаются с своим любимым капитаном, они встречаются с любимым директором ресторана, метродотелем, с артистами, которые на протяжении всей зимы готовят новые какие-то свои развлекательные программы. Они встречаются с шоуменами, которых узнают в лицо. Более того, многие становятся друзьями и пользуются услугами, допустим, тех же артистов в осенне-зимний период. Поэтому уже наши постоянные туристы, они стали нам как родные люди, родственники, которых мы ждем всю зиму, а в летний период мы с огромным удовольствием с ними встречаемся. Валентина Петровна, из вышесказанного я так полагаю, делаю вывод, что команда теплохода работает постоянно. Семен Буденый, по-моему, в Самаре, если мне не изменяет память, работает только более 10 лет. Да, вы правы, Семен Буденый действительно очень много лет работает на борту, вернее, здесь, в Самаре. И капитан, который сейчас находится и работает на борту теплохода, это Громов Александр Александрович, тоже уже более 10 лет на самарском рынке. Поэтому он не только его, туристы узнают в лицо, но и он, многих постоянных туристов, тоже уже знает не только, что они у нас были, а даже по именам. Денис Петровна, вот быстро так пролетело время нашей с вами программы. Я по традиции передачи хочу предоставить вам заключительное слово. Пожалуйста, озвучите еще, когда будет первый рейс. Ну, конечно же, пригласите всех желающих туристов отдыхать с компанией. Дорогие уважаемые туристы, компания «Водоход» с огромным удовольствием ждет вас и приглашает к нам в офис, который находится на Максиму Горького, 103. Это прямо напротив речного вокзала. Скоро весна, да уже сегодня первый день весны, уже, можно сказать, прошел. Время остается до первого круиза совсем немного. Много путевок на первые рейсы, может быть, для кого-то, к сожалению, для нашего счастья, тоже остается немного. Воспользуйтесь сезонными и другими скидками, приходите к нам. Мы будем вас всегда очень рады видеть. Ну что же, спасибо вам большое, Валентина Петровна, за интересный рассказ о компании, за те новости, с которыми вы сегодня пришли к нам в студию поделиться. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С» с Валентиной Петровной Саранцевой. Спасибо, всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. Мечтаете о речном круизе? Хотите посетить красивейшие места России? Компания «Водоход» предлагает вам отправиться в незабываемое путешествие по России. Комфортабельные теплоходы. Первоклассное обслуживание. Акции и скидки. «Водоход», путешествуйте с нами. Редактор субтитров А.Семкин